С высоты птичьего полета территории вдоль реки Сардарья, как на ладони. Аким области Жан-Си Тюмебаев и специалисты департамента по ЧС оценивают угрозу паводковой ситуации в Утарарском районе и городе Туркестан. Настораживает шардаринское водохранилище. По прогнозам синоптиков, туда может прийти большая вода со стороны Узбекистана. Глава региона выслушал Акимов городов и районов о том, как будут справляться на случай разгула стихии. В будущем для недопущения наводнений эффективного использования паводковых фод весеннего периода Акимов городов и районов, руководители соответствующих учреждений, должны внести конкретные предложения об использовании природных удобных оврагов в качестве соответствующих плотин и по их строительству. Напомним, властей и спасателей сполошил прогноз УЗГидромет и КАЗГидромет. Метеорологи прогнозировали, что, возможно, шардаринское водохранилище может поступить до 2000 кубометров воды в секунду. Угроза идет со стороны Узбекистана. Учитывая опыт прошлых лет, специалисты ЧАЭС еще с осени прошлого года делают все, чтобы держать водную стихию под контролем. На сегодняшний момент продолжаются укрепительные работы. Сейчас пересчитывают жители населенных пунктов и домашний скот. «Была проведена масштабная работа по укреплению строительства противопаводковых дамб, выпрямлению русел рек. Это выполняется в целях предупреждения подтопления. По области, в Шардаре, в Атарарском районе, городах Арыс и Туркестан, были построены временные защитные дамбы протяженностью 4300 метров. Также выложены мешки с песком. На сегодняшний день не было подтопления населенных пунктов». Специалисты ЧАЭС говорят, что и сейчас угрозы подтопления нет, хотя до такого уровня вода не поднималась последние 15 лет. В настоящее время по области в готовность приведены 467 спасателей, 60 единиц техники.